Фаригн Поличи, США Несмотря на жесткие заявления Трампа, агентство про серьезные поддержки не получит Лара Селлигмом Фаригн Поличи, США 7 марта 2019 года Хотя американский президент Дональд Трамп вышел из ключевого ядерного договора с Россией и пообещал укреплять американскую противоракетную оборону, Администрация в бюджете на этот год не просит существенно увеличить финансирование агентства противоракетной обороны, входящего в состав Пентагона, о чем удалось узнать изданию Фаригн Поличи Вместо этого дополнительные средства пойдут на разработку наступательных вооружений, в частности, гиперзвукового оружия, которое не входит в сферу ответственности агентства ПРО Ожидается, что в своей годовой бюджетной заявке, которая будет представлена в этом месяце, Пентагон попросит Конгресс выделить на нужды этого агентства 9,4 миллиарда долларов, что немного меньше по сравнению с прошлым годом, когда это ведомство получило 9,9 миллиарда долларов Кроме того, как сказал один представитель военного ведомства, Пентагон запросит 2,6 миллиарда долларов на исследование и разработку гиперзвукового оружия, скорость которого в 5 раз превышает скорость звука На первый взгляд, это отнюдь не способствует наращиванию боевых возможностей американской ПРО На что сторонники этой программы понадеялись после того, как Трамп в январе представил новый амбициозный план противоракетной обороны Нанеся редкий для него визит в Пентагон, Трамп пообещал более агрессивно противостоять новым угрозам со стороны злонамеренных режимов, таких как Иран и Северная Корея, а также более сильных противников, таких как Россия и Китай Когда Соединенные Штаты решили отказаться от участия в договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, больше всех встревожились европейские союзники Это соглашение, подписанное в 1987 году американским президентом Рональдом Рейганом и советским руководителем Михаилом Горбачевым, запрещает использование ракет в ядерном и обычном снаряжении с дальностью от 500 до 5000 километров Трамп пообещал создать программу противоракетной обороны, которая сможет прикрыть каждый город в Соединенных Штатах, а также защитит американский народ от всех видов ракетных нападений Сегодня начинается новая эра в нашей программе противоракетной обороны, заявил Трамп Для меня приемлемо только то, что наша страна должна иметь самые эффективные передовые системы ПРО Но несмотря на громкие заявления Трампа об историческом шаге в области ПРО Пентагон в своем обзоре противоракетной обороны не оправдал ожиданий Во многом его план стал продолжением прежней политики И в отличие от обзора президента Барака Обамы за 2010 год, он не предусматривает никаких крупных новых программ Вопреки тому впечатлению, которое произвел президент Представляя выводы и заключения из обзора политики в области противоракетной обороны У администрации нет плана активной защиты США от крупномасштабного ядерного нападения со стороны России или Китая Заявил аналитик из Лексингтонского института Лорин Томпсон Лорин Томпсон США будут и дальше полагаться на концепцию наступательного сдерживания Цель которой – свести к минимуму вероятность такого нападения В план Пентагона также не вошли решения по ряду инициатив, на которые возлагались большие надежды В частности, это развертывание ракет-перехватчиков космического базирования, ввод в эксплуатацию наземной системы противоракетной обороны ДжИС на острове Кавай, Гавайи, и развертывание новой площадки перехвата на восточном побережье США В отличие от прежних обзоров, в новом плане впервые говорится об угрозе со стороны гиперзвуковых ракет, которые совершают настолько сложные маневры, что традиционная американская броня в состоянии их перехватить Старший научный сотрудник Хатсоновского института Ребека Хейнрикс, Ребеча Инричс, выразила недовольство по поводу расхождения между заявлениями президента и содержанием плана Пентагона Характеристика обзора ПРО, данная президентом, более амбициозна, чем реальное содержание этого документа По сути дела, данный обзор стал несколько расширенной версией имеющейся архитектуры, сказала она, поэтому вопрос, как и всегда, остается прежним, что будет отражено в бюджете Однако представитель военного ведомства заявил, что бюджетный запрос на этот год в полной мере соответствует президентскому плану Хотя сумма по запросу меньше, чем в прошлом году, это никоим образом не приведет к ослаблению ПРО Подчеркнул он Бюджетный запрос 2020, это как раз то, что им необходимо, сказал чиновник Они получили то, что просили Он отметил, что Пентагон в предыдущие годы получал дополнительные средства на перехватчики, например, для Форд Грили, что на Аляске, а также на внутреннюю систему И что после 2019 финансового года денег на эти цели больше не требуется Я бы сказал, что министерство продолжает настойчивые усилия в области ПРО Уделяя основное внимание обороне, заявил этот представитель, назвавший оборону континентальной части США приоритетом номер один Хайнрикс подчеркнула, что это вряд ли найдет отражение в бюджете Пентагона на текущий год Однако отметила, что более амбициозный план президента со временем все же может воплотиться в жизнь Эксперты отмечают, что несмотря на снижение бюджета ПРО по сравнению с прошлым годом, эта сумма все равно значительно больше, чем объемы финансирования времен Обамы Обама в 2017 финансовом году запросил для агентства ПРО 7,5 миллиарда долларов Вместе с тем, Томпсон отметил, что хотя в бюджете этого года расходы гораздо больше, чем во времена Обамы Закономерность прошлых лет сохраняется, и больше денег будет выделяться на региональную ПРО, чем на оборону территории США В дополнение к запросу на нужды агентства ПРО Пентагон просит деньги для сухопутных войск на закупку израильской системы железный купол Чтобы сбивать неуправляемые крылатые ракеты, которые летят низко над землей, в отличие от баллистических ракет Вип-сайт NCD Defensive First сообщил, что сухопутные войска просят 370 миллионов долларов на закупку двух батарей системы про железный купол Этот план стал ответом на требования Конгресса, который обязал сухопутные войска закупить новые средства противодействия крылатым ракетам Поскольку в этом направлении образовался разрыв, особенно в Европе и на Тихом океане Однако один бывший руководитель из-за оборонного ведомства выразил сомнение в том, что железный купол может обеспечить реальную защиту от крылатых ракет Он отметил, что основная задача этой системы – сбивать ракеты и артиллерийские снаряды Имеется более совершенная система противодействия крылатым ракетам Это передвижной зенитно-ракетный комплекс НСАМС, созданный совместно американской компанией Рейтион и норвежской Кангсберг Данная система развернута в Вашингтоне для защиты столичного региона Кроме бюджета, агентство ПРО Пентагон в своей заявке на нужды противоракетной обороны просит профинансировать потребности четырех видов вооруженных сил США В прошлом году общая сумма на эти цели составила 12,9 миллиарда долларов Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ